Этой зимой в Армавире увеличилось число пожаров по сравнению с прошлым годом. Погибших и пострадавших от огня становится меньше, но весенняя погода оголяет новые очаги возгорания. После схода снежного покроя и после того, как прекращаются все дожди, у нас появляется сухая растительность. Это трава прошлогодняя, вылазит прошлогодний горючий мусор, сухие кустарники. Что это может привести к возникновению пожара? При наличии небольшого источника зажигания, будь то непотушенная сигарета, спичка или просто осколок стекла, который может привести к возгоранию данной горючей поверхности, и при наличии небольшого ветра, это все распространяется и приводит к крупным лошадным пожарам. Легкой добычей для пламени становятся заброшенные домики и участки в садовых товариществах. Если на вашей даче скопился мусор, не сжигайте его, а выносите в контейнер. Избегайте неконтролируемого огня на природе. Старая трава и сухостой воспламеняются от малейшей искры. Вероятность пожара растет, когда спичками пользуются дети без присмотра взрослых. В весенний-летний период дети без присмотра взрослых пытаются выйти на речку, куда-то на природу, в парки, в лес. И то же самое используют разведение костров, приготовление сосисек, какого-то легкого приготовления пищи. Это все то же самое неконтролируемое горение, которое приводит к возникновению пожара. Поэтому просьба родителей нацеливать своих детей на запрет применения любых средств горения в местах лесных насаждений, в посадках и лесопарковых зонах. На природе опасность подстерегают и у воды. Армавирцы любят отдыхать у водохранилища на берегу Кубани и Урупа задолго до купального сезона. Если не соблюдать правила поведения у водоемов, такие прогулки могут закончиться плачевно. Среди взрослых 90% трагических случаев это употребление спиртного и купание в пьяном виде. К большому сожалению это так. Среди детей основными факторами это бесконтрольность поведения детей на водных объектах, особенно в реках. За прошлый год у нас 7 случаев, 7 поисков на воде, из которых 2 закончилось безрезультатно. Это реки. По запрошлому году 11 случаев. В 2018-м на водных объектах Армавира погибло трое детей и четверо взрослых. Основные причины это употребление алкоголя перед заходом в воду и игры без присмотра родителей. Поэтому должны осознавать, что отпуская детей или перевезя детей на реки, надо за ними глаз до глаз в обязательном порядке. Времени для того, чтобы ребенок пропал из вида и со всеми трагическими последствиями, очень, как практика опять же показывается, очень нужно мало. В августе прошлого года 6-летняя девочка утонула в пруду на территории очистных сооружений на улице Шоссейной, где рыбачил ее отец. Взрослые решили, что ребенок отправился домой, но потерялся. Во время поисковых работ ее труп обнаружили в центре водоема.